Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. По 1 миллиону тенге в подарок от Ахима Карагандинской области на минувшей неделе многолетняя работа 15 преподавателей была отмечена достойной. В Караганде был задержан по подозрению в коррупции заместитель начальника управления административной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области Иргобыл Жукенов. Министр образования и науки Республики Казахстан Аслан Саринжипов приехал в Караганду на торжественное открытие Игр Национальной студенческой лиги по футболу 2015. Обо всем по порядку. По 1 миллиону тенге в подарок от Ахима Карагандинской области. На минувшей неделе многолетняя работа 15 преподавателей была отмечена. Каждый получил ценные призы и заслуженные награды. Два преподавателя были отмечены особо. Праздничный концерт, посвященный одному из главных дней в году, прошел во Дворце культуры горняков. В зале не смолкали аплодисменты. Поздравляли виновников торжества приглашенные артисты, бывшая солистка группы Кэши, Камшат Жалдебаева и группа Ринга. Каждый из 15 преподавателей получил благодарственные дипломы и статуэтки. Танцевальные номера, артисты, живой оркестр. В этом году праздник прошел с масштабом. Глава региона сердечно поздравил всех учителей с их профессиональным праздником. И именно вы, дорогие друзья, своим трудом вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, осуществляя реформы в образовании и решая задачи, поставленные нашим главой государства. Быть учителем – это не только высокое призвание, особый талант, но и очень большая ответственность. Общество доверяет вам самое дорогое – наших детей, а значит, будущее нашей страны. Чтобы отблагодарить учителей за непрерывный ежедневный труд, были подготовлены два главных дележных кризов. В номинации за особый вклад в развитие образования торжественно вручили сертификаты ветеранам педагогического труда Кабдрахману Абекенову и Дмитрию Бойко. В профессии особой говорят, что учитель не только тот, кто учит, но прежде всего учится сам. Как только он перестает это делать, он, по сути дела, дегранирует. Я искренне желаю вам, уважаемые коллеги, чтобы вам работа всегда приносила радость. Счастливые обладатели главного приза еще не решили, на что потратить свою заслуженную премию. По окончанию праздника была сделана памятная фотография вместе с Акимом Карагандинской области. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Ансамблю Токураун Толкны Ахтугайского района в этом году исполнилось 40 лет. Свой 40-летний юбилей фольклорный ансамбль широко отпраздновал в городе Караганди. Посетили торжество, немало гостей, пришедшие могли наблюдать красочные номера и яркие постановки. Ансамбль Токураун Толканы пользуется большой популярностью в Карагандинской области. Коллектив неоднократно принимал участие во многих конкурсах по Казахстану и без исключения занимал призовые места. На праздновании юбилея выступили множество танцевальных коллективов Караганды, а также исполнители народных песен Сержант Мусинь и Дауринбек Аркенов. Коллектив пришел поздравить заслуженный поэт Серик Аксенкарулы. У меня многое, что связано с ансамблем. Он отличается своим талантом и сплоченностью. Многие из моих произведений были посвящены ему. И сейчас я бы хотел вынести свои слова поздравления коллективу через свои поэзии. Как известно, один из основоположников ансамбля, композитор Вальса Актугай, Дартайс Адвакасов, как никто другой понимает, как это работает в творческом коллективе, где сосуществует множество талантов. Дорогие гости, сегодня мы собрались на торжественное мероприятие. Сегодня мы празднуем 40-летие ансамбля «Токараон Толкана». Пусть творческая деятельность коллектива продлится еще на долгие годы. Торжество прошло на высшем уровне. Весь концерт сопровождался веселой музыкой, яркими номерами и театрализованными постановками. Всех порадовала игра на различных музыкальных инструментах, что задавала ритм на протяжении всего вечера. Осель Сознобаева, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. В школах Карагандинской области будут проводить занятия по профилактике коррупции. Такое поручение чиновникам дал глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Аким области призвал госслужащих не переступать черту дозволенного и показывать пример подрастающему поколению. В это участие, в этой именно борьбе мы приглашаем все общество. Коллегия по противодействию коррупции обсудила результаты социологического опроса. Анонимный опрос провели среди двух тысяч граждан. Большая часть респондентов – предприниматели, остальные – госслужащие и обычные жители города. Со слов докладчика, все они подтвердили, что встречались с проявлениями коррупции в обществе. Однако бороться с ними не пробовали. Антикоррупционные меры, к сожалению, населением результаты исследования, так говорят, воспринимаются как поверхностная работа. И разовые показатели большинства же населения считают, что борьба с коррупцией – это задача государства. Судя по результатам исследования, больше всего общество верит президенту и сотрудникам комитета национальной безопасности. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков предложил организаторам опроса провести аналогичное анонимное анкетирование на тему активности самих граждан в борьбе с коррупционными преступлениями. Ведь зачастую инициаторами взятки выступают сами граждане. Его результаты помогут выработать правильные профилактические меры, пояснил Аким области. Если сталкивался, он что-то предпринимал или просто наблюдал, или потакал этого, ну это же анонимный опрос. Также на заседании заслушали отчет по противодействию коррупции партии Нуратан. Со слов докладчиков, в рядах партийцев периодически производится чистка. Лица, замеченные в правонарушениях, исключаются из партии. Члены коллегии предложили ввести контроль за использованием чиновниками служебных авто. Ведь нередко последние используют машины в личных целях. Активизировать бескомпромиссную борьбу с коррупцией и принять комплекс мер по недопущению нарушений антикоррупционного законодательства. Третье. Пресекать все факты проявления коррупционных правонарушений и преступлений. Также члены коллегии предложили ввести профилактические занятия по борьбе с коррупцией в среднем и старшем звене в школах. Неприязнь к взяточничеству нужно воспитывать в детях с ранних лет, пояснили они. Аймам Ринатолий Генрашитов, Александр Цирикидзе, Первый Караганденский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. В Караганде был задержан по подозрению в коррупции заместитель начальника управления административной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области Ергабл Жукенов. В вымогательстве его обвинили собственные подчиненные. Инспекторы ДПП написали на экс-начальника коллективную жалобу. Сотрудники ДПП обвинили Ергабыла Жукенова в денежных поборах. В Департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции подтвердили факт поступления коллективного заявления. С их слов, по данному факту возбуждено досудебное производство. В настоящий момент обвиняемый Жукенов водворен в изолятор временного содержания. Продолжаем выпуск. Депутаты Бундестага из Германии прибыли в Караганду с официальным визитом. Гости посетят музей жертв политических репрессий и немецкий центр Видергебурд. Депутат областного маслихата Нурлан Дулатбеков встретил и познакомил гостей из Германии с представителями этнокультурных центров области. На встрече присутствовали 22 заместителя этноцентров и руководителя областного секретариата Ассамблеи народа Казахстана Ерлан Кусаин. Нурлан Арунбасарович высказал депутатам Бундестага положительное отношение к двустороннему соглашению между двумя странами и выразил уверенность, что развитие добрососедских отношений приведет к взаимному экономическому и культурному обогащению народов двух стран. Этот визит является важной частью политических отношений к Республике Казахстан и Федеративной Республике Германии, так как всесторонность способствует развитию двусторонних отношений в различных областях. Официальные визитеры Филипп Лэнгсфельд и Хайнрих Цертик отметили, что Казахстан и Германия состоят в хороших дипломатических отношениях. Особое внимание гости уделили культуре и истории нашей страны, а также приятно удивились, что казахстанцы помнят и чтят память о жертвах политических репрессий. Один из депутатов Бундестага Хайнрих Цертик является уроженцем Алматы. Спустя 26 лет это первый визит на родину. Особое место в его сердце занимает Казахстан. То, что я сам родился в Казахстане, конечно, это очень-очень сильно помогает моим коллегам. И они очень рады, что, кажется, первый немец, рожденный в Казахстане, находится в Бундестаге. Конечно, знание ментальности, знание языка, русского языка, ну и, конечно, немножко казахского языка. Делегация посетила музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка, а также немецкий центр Видергебурд. В качестве подарка гостям вручили книгу о многонациональном народе Казахстана. Программа пребывания участников делегации включает дальнейшее посещение столицы Казахстана – Астаны и города Алматы. В конце сентября по плану завершилась дача 15-й городской автомагистрали. Она приобрела новый вид. На все ее протяженности, а это более 7 километров, установлены специальные маркеры, которые самозаряжаются днем и высвечивают разделительную полосу шоссе в вечернее и ночное время. Все подробности далее. Солярные маркеры – это один из элементов безопасности на таких оживленных трассах, как 15-я въездная магистраль. Маркер в ночное время выделяет разделительную полосу. Кстати, маркеры, на установку которых на этой трассе выделили почти 50 миллионов тенге, на солнечных батареях. И это безопасность. Потому что когда трасса оживленная, водители, когда едут, ноги некоторые бывают уставшие. И данный маркер сигналит о том, что идет разделительная полоса. Чтобы не было выезда, не нарушали и не выезжали на встречную полосу. Солярные маркеры сейчас популярны по всему миру. Они гарант безопасности в ночное время. На ремонтные обновления дана гарантия на два года. На проведение полотна дороги в нормативный вид было потрачено 680 миллионов тенге. Мы поставим знак и заканчиваем сейчас установку светофора на въездной группе. Вы знаете, как только будет введено он в эксплуатацию, соответственно, все большегрузы заходят через сортировку. На сегодняшний день уже всем большегрузам, большая часть фирм доведено, что движение по 15 магистрали большегрузных запрещено. Многотонные фуры не должны выезжать в город. Это мировой стандарт автоперевозок. Гульза Цаху Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. На семи площадках города прошла патриотическая акция «Флэшмоб. Мы, карагандинцы». Жители шахтерской столицы нашли неординарный способ выражения патриотических чувств к своей родине. 100 воздушных шаров были запущены в поддержку плана нации 100 конкретных шагов и в честь 550-летия казахского ханства. Все подробности у нашего корреспондента Ларисы Хусаиновой. Школьники, студенты и ветераны собрались на площади перед Дворцом детей и юношества для того, чтобы показать, как они любят свою малую родину. Организаторы мероприятия – Управление образования Карагандинской области и Общественное объединение граждан Казахстана. Все мы знаем, что данный год ознаменован такими событиями, как 70-летие Победы. Во-первых, также идут 550-летие казахского ханства. Все эти даты символизируют единство нашего народа, единство Казахстана. Данное мероприятие организовано по заказу Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области, Управления образования Карагандинской области. Главные организаторы выступили граждане Казахстана, также Центр по работе с молодежью. Флэшмоб прошел на территории нескольких карагандинских колледжей и школ. На площадках встретились все возрастные категории. К флэшмобу присоединились и члены Совета ветеранов. Когда мы вместе, нас объединяет, у нас появляется сила, у нас появляется уверенность. И мы стараемся быть моложе, лучше, добрее и еще приносить какую-то пользу нашей стране. Несмотря на прохладную погоду, у всех участников флэшмоба было хорошее настроение. Во время акции распространяли брошюры патриотического характера. Организаторы планируют проводить это мероприятие ежегодно. Министр образования и науки Республики Казахстан Аслан Саринжипов приехал в Караганду на торжественное открытие игр Национальной студенческой лиги по футболу-2015. Карагандинские студенты из четырех вузов города в прошедшую субботу боролись за выход в финальную часть чемпионата, который пройдет в Алматы. Магистрант Айбар Кужанов играет за свой Карагандинский экономический университет. По его словам, игру облегчает то, что команда ведет футбольные баталии в стенах своего родного вуза. На протяжении долгого времени у ребят проходили изнурительные тренировки. Три раза в неделю по несколько часов они отрабатывали мастерство владения мячом. Мы играем уже, это получается уже второй круг мы играем. И получается мы из девяти возможных баллов, мы уже девять как бы уже имеем и лидируем пока на данный день. У каждой команды были свои болельщики, которые поддерживали сокурсников-футболистов. За игрой внимательно следили студенты, преподаватели и министр образования и науки Республики Казахстан Аслан Саринжипов. В конце года мы будем проводить финальные игры, посвященные Дню Президента. А в следующем году сборная команда студентов, куда будут лучшие игроки, будут участвовать в чемпионате Азии среди студентов. А в августе месяце в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии. Впервые Казахстан будет участвовать в чемпионате мира. Но прежде чем попасть на чемпионат мира, студентам придется пройти в групповой этап чемпионата весна-осень 2015. Карагандинские студенческие команды боролись за выход в финальную часть, где сыграют 4 лучшие команды по принципу полуфинал-финал, который пройдет в Алматы во второй декаде ноября. Лариса Хусыинова, Жаслан Маклубеков, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинскому медицинскому университету 65 лет. В честь юбилея прошла третья Центрально-Азиатская международная конференция по медицинскому образованию. В течение этой недели пройдет еще множество мероприятий, посвященных юбилейному году университета, в которых примут участие зарубежные партнеры из Великобритании, Греции, Германии, Франции, России и других стран. Сегодня в Карагандинском государственном медицинском университете было многолюдно, как никогда. Давние друзья и давние коллеги встретились на юбилее. В стенах вуза собрались профессоры и ректоры медицинских университетов из разных стран. На международную конференцию съехались представители медицинского образования для того, чтобы обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом. Вообще инициаторами проведения конференции по мед. образованию является наш университет. И вот мы проводим третью конференцию. У нас будут проводиться мастер-классы, они уже проводятся в настоящее время, круглые столы. У нас будут проводиться студенческие мероприятия, это конференция молодых ученых, олимпиады. Карагандинский государственный медицинский университет занимает второе место среди вузов страны. За эти годы университет преодолел немало трудностей, достиг определенных высот и ни на один день не переставал развиваться. И в этом заслуга каждого, кто стоял у истоков, работал и продолжает трудиться на благо Карагандинского государственного медицинского университета. Иностранные представители медицинского образования были очень рады за приглашение. Спасибо Карагандинскому государственному медицинскому университету за приглашение. Мы уже на протяжении долгих лет сотрудничаем и у нас составлена хорошая программа по академической мобильности. Еще раз хочу сказать спасибо организаторам этой конференции, которая посвящена медицинскому образованию. Некоторые конференции будут проводиться на английском языке. Также студенты приготовили флешмоб к юбилею своего любимого университета. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Колл-центр в клинике Гиппократ. Теперь никто не остается без внимания. Вот уже неделю в медицинском учреждении функционирует система единого звонка. Благодаря системе колл-центра люди все 24 часа в сутки могут получить необходимую информацию и записаться на прием. Колл-центр был запущен 23 сентября. Четыре оператора всегда находятся в режиме полной доступности. Благодаря инновационной системе клиент всегда может без очереди дозвониться в Гиппократ. И время ожидания, когда поднимут трубку, минимально. Основное преимущество дает это клиентам. Клиент дозванивается в компанию с первого раза. И сокращается время дозвона. В настоящее время мы сократили уже до 30 секунд. Но задача стоит 97% звонков принимать в течение 10 секунд. То есть повышается лояльность клиентов, компании. Вызвать врача, получить информацию и записаться на прием. Теперь все это без очереди и нервозности. По специальной программе консультант выясняет, кто из специалистов имеет возможность принять пациента и его график работы. Здравствуйте. Клиника Гиппократ работает для своего потребителя. Колл-центр был внедрен с целью обеспечения абсолютного комфорта клиентов. Медицина является структурой, которая оказывает услуги. А когда ты оказываешь услуги, ты должен иметь полный контакт с теми клиентами, а у нас это еще более того пациенты, которые являются твоими родными. И мы хотим быть доступными 7 дней в неделю, круглые сутки. И вот мы запустили колл-центр. Все желающие до 15 ноября могут прикрепиться к клинике Гиппократ. Став клиентом, вы получаете такие преимущества, как диагностика и лечение на высококлассном оборудовании, вызов врача на дом на своем спецтранспорте, отдельная детская поликлиника, отделение стоматологии и круглосуточный стационар. Если данные мероприятия входят в рамки гарантированного объема, то помощь будет оказываться бесплатна. А если нет, то прикрепленное население получает медицинскую помощь со значительной скидкой. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте клиники Гиппократ или же позвонив в колл-центр по телефону 92-0202. Амина Смакова, Толиген Рашидов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский шахтер на грани вылета из футбольных баталий текущего года после проигрышной игры с Кустанайским Таболом. В матче 28-го тура премьер-лиги футбольный клуб Табол одержал верх над горниками. Счет по окончанию матча составил 2-1 в пользу Кустанайского клуба. На голы Игоря Зинковича и Анатолия Богданова из Табола в составе хозяев ответил Алексей Мулдаров. Единственным голом. После такого поражения шахтер потерял все шансы быть в лидерах текущей лиги. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин